Кубок России 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 И, конечно же, вообще любые соревнования добавляют опыт, и в копилку с любой спортсменкой. Какие-то работы над ошибкой или, наоборот, кому-то придает уверенность от таких соревнований. Поэтому даже от того, как мы видим такое внимание и руководство, то, конечно, очень приятно, что вкупе все удачно проходит. Сейчас небольшая пауза. Что же все-таки произошло? Там был спорный момент. На краю ковра был бросок. Мы только не поняли, кто бросал их. Поэтому и судьи определяют сейчас, кому дать выигрышные действия. Вернее, выигрышную оценку в этом действии. То есть прямо сейчас определится, кто же все-таки... Да, вот судей просматривают как раз мониторы, которые снимает камера. И вот жюри выявит сейчас оценку. Часто ли происходят в соревнованиях по женской вольной пребе такие спорные моменты? Как они все-таки решаются? На чемпионате мира вообще, когда Гадисов на последних секундах в полете уже, можно сказать, отдал балл и пришлось вообще как в легкой атлетике фотофиниш рассматривать. То есть прямо на весь экран была такая фотография, на весь зал, монитор был. И там стоял такой стоп-кадр, где он падает. И там на табло две минуты. То есть это очень важно, что сегодня нам техника позволяет рассмотреть такие моменты. То есть от техники зависит все? Ну не все, но вот как раз такие спорные моменты, потому что обе стороны заинтересованы. И что у спортсменки в красном трико, что в синем тренеры. Хотелось у всем, чтобы его именно спортсменка была права в той или иной ситуации. Поэтому здесь на помощь приходит техника, когда человеческому глазу не подвластен, как говорится, 26-й кадр. Вот сейчас все-таки им дали шанс доработать до конца. Нет, до конца не дорабатывают, но вот нам табло не показывают, какую же оценку судьи поставили спортсменкам. Вот нам бы было бы, если оператор снял бы, нам еще вот показал табло. Вот табло 4-4 как раз вот. Я думаю, если спортсменка в красном трико атаковала, значит, можно логически подумать, что она проигрывает, даже несмотря на то, что 4-4. Значит, тут там... Но сейчас вот как раз она отработала еще 4-бальные действия и уже ведет 8-4. То есть пока Чуваша может отработать. Окей, это не很有эк Zweck, а затем расстраиваться Everything wey навигирал с 5-4. Вот так lived it all. Проводкой основной советской России. Продолжение следует... 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 со слабой физикой и, конечно, противостоит этому приему. В предыдущей встрече мы помним, когда Юлия боролась за выход в финал с Жаргалой Циреновой. Мы помним, она после первого периода вела со счетом 6-1 и проиграла 7-6, и не вышла в финал. Хотя все предпосылки первого периода были в ее пользу. Что же ей помешало? Это только она могла сказать, наверное, что ей помешало. Попытка переворота была сейчас спортсменки из Америки, но до конца не довела. И не оценили судьи, так как не было оценки до конца доведения. Но в случае равенства баллов, как бы тогда определять? При этом счете как раз мы говорили, что спортсменка в синем трико взяла последнее действие. И она пока ведет в этом, если так же счет закончится 2-2, то... Но вот сейчас попытка в синем трико... Ну вот, присвоили. Два балла как раз... Два балла дали за выход. Вот здесь такая кутерьма была, то что крутились, крутились, и... Видать, спортсменка в красном трико раньше вышла за ковер. А Юля оказалась за спиной противника. Алена, а что в свое время вам помешало взять золотую медаль на Олимпиаде 2008? Помешало мое гуманное отношение. Наверное, вы помните все-таки это. То, что я не смогла переступить через себя и травмировать спортсменку. И не довела свое действие до конца. Потому что прием был на излом. И я... Ну, так... На тот момент я так себя чувствовала. Я так приняла такое решение, что отпустить. Вот. За что я поплатилась золотой медаль. Но, не знаю, я почему-то ни о чем не жалею. Все-таки какие-то для меня иногда... Даже не иногда, а всегда нравственные качества. Превыше каких-то вот таких жизненных... Где-то целей, может, приоритетов. Я не тот человек, который будет там где-то... Наступать на свои принципы там или... Может, из-за этого я и добилась каких-то вот таких результатов. Что всегда для меня была честь, достоинство на первом месте. Кто же тогда стал золотым медалистом? Ну, сейчас она стала уже трехкратной олимпийской чемпионкой. Я с умилением на нее смотрю и... Ох! Да, не смогла удержать своих эмоций. Два балла синего здесь как раз. Оценка на краю ковра. Я так думаю, должны еще два балла синего поставить. Но почему-то только бал дают. Да, дали только бал. Но я думаю, сейчас решат правильно. Потому что спортсмен в красном трико вот кинули челлендж. Как так называется? Челлендж – это тот момент, когда секундант спортсмена не согласен с мнением судей. То есть, когда судей, допустим... Там три судьи у нас получается. Если какое-то расхождение есть, то этот челлендж выбрасывается. И идет рассмотр по монитору, то есть по камере. Камера возвращается. Смотрят они вот этот момент еще раз. И жюри уже решает, какая же оценка была на самом деле. Вот Алена вроде бы сравнила это с фотофинишем. Ну да, как раз вот видите, когда одна делает, другая делает. И судьи уже не успевают кому чего показывать. Поэтому здесь, конечно, на помощь приходит техника, которая все более наглядно покажет. Ну молодец, Юля настроилась. Очень радостно, что она ведет поединок в таком стиле. Потому что, конечно, с американцами, да, я уже еще не раз повторюсь, что с ними останавливаться нельзя. А с чем я ее поздравляю с бронзовой медалью на этих соревнованиях? Вот 8 баллов против 2. Уверенная победа. С чем я поздравляю ее и ее тренера? Мастер спорта международного класса Юлия Алборова завевала бронзовый медаль. Город Москва. Москва. Порадуемся за московскую школу. Тренер у нее мой тезка Юрий Александрович Скоролев. Ну очень сильный тренер. Это фамилия Говорящая. Где вы еще наблюдали эту фамилию? Наслышан. Ну, кстати, да, он плотную работу у нас с Калининградом, да, ой, не скажешь, с Краснодаром, с Гулькевичем ведет. Это Пайнов у нас, Руслан Юрьевич. Да. У них такой тендем образовался, и они неплохо в этом направлении работают. Вот, а тем самым мы в предвкушении схватки Де Сиренова. Кто у нас там? Зрители! Наталья Гольц. Какая схватка, какая встреча! Да, в предвкушении зрителя. Да, очень радостно, что обе спортсменки из нашей сборной борются в финале, что мы не пропустили спортсменок из Америки той же. В красном трико будет выступать в этом финале мастер спорта международного класса Жаргалма Циренова, Москва, Бурятия. В синем трико Наталья Гольц, заслуженный мастер спорта, Москва, Чувашская республика, секундирует Жаргалму Циренову, Максим Балонов, Наталью Гольц, Наталья Смирнова, И Максим Балонов и Наталья Смирнова являются тренерами сборной команды России по женской борьбе. Мастера спорта международного класса. Жаргалма Циренова, представитель Бурятия. Вот мы выше говорили, Ира Лагонова там. У них серьезная школа, но против нее опытнейшая спортсменка нашей сборной Наталья Гольц, пятикратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта. Серьезный, как бы, послуженный список против Жаргалма Циренова. Посмотрим. Мне хочется больше сказать о Наталье Гольц, естественно, наша воспитанница. С детских лет воспитывалась у нас в Чувашии, затем уехала в Москву, поступила учиться. Ну, Наталья Гольц, она в 14 лет уже выиграла первенство мира среди кадеток, в то время буквально один год или два года проводилась в этом возрасте. Ну, и выигрывала первенство России не один раз. Очень ответственная спортсменка и для нашего молодого поколения, конечно, очень она является серьезным примером, большим примером. Она большая молодец, что сегодня достойно представляет нашу страну за рубежом. Я от души ее поздравляю с бронзовой медалью Чемпионата мира в этого года и желаю ей дальнейших успехов, здоровья, ее борцовской уже семье, которая полностью за нее переживает. Это очень немаловажно, когда родители поддерживают. Знаю это по себе. Вот, желаю им всяческих успехов, здоровья, счастья, удачи. Ну, пока они на равных вроде бы. Ну, обе все равно, в любом случае, обе опытные спортсменки знают друг друга. Поэтому, да, конечно, будет сложно кому-то из них найти ключ к успеху. Но тем интереснее борьба, я думаю. Ну, наверняка, и часто встречаются на соревнованиях, по крайней мере, точно. Точно? Как понимаю, преимущество, наверное, все-таки по Сиренову, потому что она, по крайней мере, в статусе. Ну, я бы не сказала, нет. Вот видите, сейчас дают 30 секунд на атаку, потому что вела более пассивный поединок. Поэтому сейчас, если она не произойдет никаких приемов, которые будут как-то оценены судьей, то Наталья Гольц поведет в один балл этот поединок. Ну, как же можно понять, кто пассивнее, кто активнее, или это заметно? Ну, для нас, конечно, это видно, что... Ну, я думаю, невооруженным взглядом тоже видно, когда одна спортсменка постоянно идет в атаку, постоянно идет вперед, то... Ну, вот о чем я и говорил, что Наталья Гольц один балл повела. Конечно, это видно, как... Ну, вот даже сейчас, давайте, если мы вот разберем. Сейчас более ровная такая борьба, и одна, и вторая что-то пытаются. Но бывает, когда явно... Даже попытки провести прием, даже вот иногда бывает, вот я как судья могу сказать, то, что один спортсмен постоянно выкидывает руку в сторону ноги, допустим, пытаясь как будто... Ну, вот как раз то, что Наталья Гольц сейчас делает. Да, это Жора больше... Жоргалма Циренова ее больше встречает. Да, вот она... Поэтому опять пассивничает. Поэтому это видно, что, допустим, то, что борец с синем треку более активный. Подошел к концу бой. Первый период. Первый период. Да. Мы в ожидании второго периода, который наступит после 30 секунд. Очень тоже отрадно видеть, что соперница, да, Наталья Гольц, Наталья Смирнова сегодня ее секундирует. То есть борьба все-таки у нас на ковре, и лишний раз доказывает, что за ковром мы друзья, да? Да, они часто встречались на чемпионатах России, на кубках России тоже. И были у них такие спорные, жаркие, сладкие. Ну, я бы называла их вечной соперницей, а сегодня вот очень радостно мне это видеть. А сегодня подружились? Нет, ну, как поется в песне, мы на ковре враги, а за ковром друзья. Ну, и вообще наш вид спорта, конечно, очень дружный. Я всегда это везде говорю, и мне всегда комфортно себя чувствовать в любом уголке нашей огромной страны. Что всегда, когда борцы встречаются, очень душевные встречи, посиделки так за чаем, да? Да, всегда, как бы радужный везде прием, очень дружный вид наш спорта, и мне очень отрадно, что я именно в этом виде спорта. Ну, вот она, первая атака. Да, Наталья молодец, все-таки опыт превзошел. И вот она идет на свой коронный прием, бросок через дальнее бедро, как говорится, переворот за дальнее бедро. Ну, жаргалмея, могу сказать, что достоялась. Наталья нашла свой проход. Я думаю, если она не активизируется, то уже и проиграет схватку. Ну, теперь еще Наталья, я думаю, что не упустит своего преимущества, если даже не разовьет еще. Ну, да, потому что опыт, конечно, ведение поединков тактически, у Натальи Гольф все с этим в порядке. То есть тактика у нее развита больше? Ну, опыт не в любом случае. Пятикрат чемпионка Европы и отговорит само за себя. На протяжении скольких лет она в строю, она в лидерах. Да, выход выгол из-за ковер. Вот один выигрышный балл у борцов в красном треку. Да, у нас заступать за ковер нельзя, что наказывается одним баллом. Это вот красная зона, которая черчена вокруг. Желтый. Это любой заступ за эту линию красную наказывается в один балл. Главное удержаться. Ну, да, но еще минута вообще в принципе есть. Но я не вижу, что Жора что-то готовит, что-то хочет предпринять. Потому что, ну, знаю по себе, когда я проигрывала, я, конечно, шла в атаку и напирала. Но я не вижу, что Жора как-то так же стоит в защитной борьбе. Ну, вот сейчас вот тот же шанс у нее есть вытащить спортсменку, вытащить свой успех. Был, пока, наименее, вытащить спортсменку за желтый круг. Ну, не вижу я. Видите, они крутятся вокруг среднего, среднего, ну, в середине вот этот вот кружочек, да, средний, как центр ковра. И ни назад, ни вперед. Поэтому нельзя сказать, что кто-то... Даже по этому кружочку можно ориентироваться на кто, насколько активней. Ну, вот Жора, видите, зашла, да, этот центр ковра сзади нее оказался. И тут вот последовала атака. Осталось немного времени. Я думаю, что все-таки медаль идет Наталья. Да, и я думаю, ее можно поздравить с этим... Ну, не могу сказать, что успехом. Мне кажется, это ее такое типичное состояние. Очередную золотую медалью, которая остается у вас тут, Чуваш. Поздравляю ее родителей, которые, я не даже не сомневаюсь, что они все это смотрят, болеют за нее. Алена, я также присоединяюсь к твоим поздравлениям и хочу поздравить семью именно Гольца. То, что они воспитали хорошую девочку, на самом деле, очень порядочно, очень... Такая вообще компания, скажем, ну, вообще и красавица. Очень ответственная, очень... Юра, если ты меня слышишь, я с тобой. Наверняка слышат. Алена, с чего начинали все-таки вы двигаться? Ну, вот расскажите о своей школе. Кто-нибудь готовил вас к высоким победам? Ну, я вообще сама из Ангарской, Иркутской области. У нас больше был упор на физику, на выносливость, которая тоже мне, конечно, ну, как бы заложилась какая-то определенная база, которую в 19 лет меня пригласил в Москву тренер Барба Томас Самуилович и начал это все развивать, добавлять. Ну, по ведению борьбы, по приемам, конечно, он меня полностью переделал. Мой тренер заслуженный, тренер заслуженный человек. И я также благодарна судьбе, что меня свела с этим тренером, учителем в полной понимании этого слова, который полностью мне рассказал, показал, что такое борьба, что такое жизнь, что такое жизнь в целом. Вот, ему уже 84 года, пользуясь случаем, хочу также пожелать ему здоровья, всех благ, чтобы он еще не один год передавал свои опыты также нашей сборной. И сегодня он меня по жизни ведет, подсказывает с дельными советами. Поэтому вот так вот. Ну, сейчас, наверное, вы стремитесь все-таки передавать какие-то... То, что он вам впитал. Ну, да, да, да. Теперь то, что он как бы свой опыт в меня вложил, передал, я стараюсь этот опыт передать молодому нашему поколению. Вот еще раз порадуемся за призеров. Ну, вот начинается торжественная церемония награждения. Первое, второе, третье место. Еще раз. В весовой категории до 55 килограммов. Конечно, все труды, которые мы вкладываем на тренировки, что-то не получается, травмы, все. Насколько это... Оно того стоит, когда ты стоишь на педестале, когда звучит гимн своей страны. Оно того стоит. И, конечно, другая вообще тема – Олимпийские игры. Вот, кстати, вчера в школу я к вам заезжала, где у вас борьба, где борьбу преподают. И меня дети спрашивали. Расскажите про соревнования, что такое вообще Олимпийские игры. Конечно, я им пожелала, те, кто очень к этому стремится, испытать вот это чувство Олимпийских игр, ни с чем не сравнимое. Действительно, это такое откладывает. Ну, в общем, есть что вспомнить, есть что рассказать внукам. И вот тоже, наверное, Веронеке будет приятно вспомнить когда-то через несколько лет, что она стояла в Чувашии на Кубке России, в бронзовую медаль на Кубке России. Ну да, даже посмотрите на их счастливые лица, которые... усталость и все, что было на тренировках, как бы все забывается. И сейчас вот эмоции, которые мы наблюдаем, они, конечно, зашкаливают. И стоят того, что вот эти вот тяжелые тенировки... Ну и привет Канарскому району всему. Ну, Вероника, насколько я знаю, очень эмоциональная девочка. Не раз приходилось с ней общаться. Ну, вообще, это неплохо. Я думаю, такие открытые в жизни люди, они на ковре легче раскрывают свои способности, свои данные, нежели чем закрытые. Таким спортсменкам легче объяснить, донести прием. Вот вы снова затронули тему Олимпиады, Ален. Вот все-таки расскажите, если не ошибаюсь, несколько Олимпиад было в вашей жизни? Ну да, самая первая наша Олимпиада. Мне очень радостно, что я оказалась... Потому что в 2004 году впервые наш вид спорта включили в программу Олимпийских игр. И мне очень отрадно, что я попала в историю как первая участница Олимпийских игр в Афина в 2004 год. Ну, конечно, разные Олимпийские игры, да, но все равно уровень, когда подключается государство, да, страны, конечно, уровень говорит сам за себя совсем по-другому все. Восприятие, организация, ну, вообще, даже мелочи, да, ну, не знаю, невозможно, наверное, это передать, только вот почувствовать это все, прожить. Поэтому я спортсменам юным как бы желаю все это прожить, пережить, потому что, ну, реально есть, что вспомнить. А как раньше страна относилась, ну, в плане того, вкладывала ли ресурсы в развитие этого вида спорта до 2004 года? Или Олимпиады вот все сдвинуло как бы на новые рельсы и на новые отношения к этому вида спорта? Ну, во-первых, нам очень повезло, что наш президент Владимир Владимирович борец, хоть он и вообще, в общем, уделяет виду спорта, конечно, наше государство понимает, что здоровом поколении будущее, да, наше, что нужно привлекать и вытаскивать детей из улиц. Борьба как нельзя другой вид спорта лучше это осуществляет, потому что, ну, недорогой вид спорта, да, и по силе любому среднестатистическому родителю. Мои родители тоже обычные рабочие, не могли мне позволить оплачивать дорогостоящие какие-то секции. Поэтому борьба, как бы, ну, недорогой, да, очень доступная. Я, наверное, так думаю, что две медали... Ну, да, наверное, это все-таки специфика соревнования. Да, я даже сам что-то... Ну, вот, хотелось бы вот... Ну, будем считать то, что это приятный бонус спортсменкам. Да, мне хотелось бы сказать вот то, что, возвращаясь обратно, про олимпийские медали мне бы хотелось. Вот, Алена Владимировна Карташова, естественно, она стала серебряной медаль завоевал на чемпионате, ой, на Олимпийских игр. И также вспомнить тех девушек, которые на Олимпиадах были призерками и победительностью. Это Гузель Мануирова у нас была... Сейчас, в данный момент она выступает за Казахстан. Серебряная медаль была. Это Любовь Волосова, бронзовая медаль на Олимпийские игры. И Наталья Воробьева, вот, в 2012 году, она выиграла золотую медаль. И это первая, пока единственная медаль золотая у нас в копилке нашей сборной. Но будем надеяться, что вот из этих девушек кто-то у нас также завоюет золотую медаль на Олимпийские игры. Тем временем на ковер вышла представительница бурятской школы. И вновь американка Вероника Карлсон и Жанна Дармаева. Жанна Дармаева, она молодая спортсменка 1994 года. Больших результатов еще не имеет. А вот про американку, конечно, мы не можем сказать. Ну, к финалу подошла она уверенно и спокойно. Ну, да. Финал за третье место, хотя уступила одну встречу Братчиковой, Анастасии Братчиковой. Была опытнее Анастасия, так как она, наверное, все-таки более подвижна была в этой встрече. Ты не помнишь эту встречу? С Братчиковой? Да. Да, помню. Братчикова, я считаю, очень правильно тактически поставила ход поединка. Где-то, ну, контролировала постоянно. И где-то в нужный момент взорвалась на свой прием, на проходы в ноги. Где-то перевела и тем самым довела до победного результата в этом бою. Ну, тут мы видим то, что все-таки пока ведет американка, у Жанны страдает пока, наверное, тактика все-таки. Ну, американка, хочу отметить, поопытнее, чем наша спортсменка, что и говорит счет за себя. Поэтому, я думаю, элементарного опыта не хватит нашей девочке. Ну, чего, как бы, все когда-то с этого начинали, с такого проигрыша, я думаю, будет работать, если не будет, ну. Да, ну, вот как раз мы и видим, что прием сделала абсолютно неправильно и дала американке забежать назад. Ну, радостно от того, что все-таки пытаются, идет, стремится, хочет, не останавливается. Продолжение следует... 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 Первое место до 60 килограммов Наталья Гольц, Москва, Чувашия. Первое место 69 килограммов Анастасия Братчикова, Московская область. Первый день соревнований закончен. Мы прощаемся с вами. Благодарим за внимание. Первое место, Москва, Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова